Родители земные И это дети замечают, они обижаются. Не должно так быть. Но как брат пропел в доме отца, Отец Небесный любит одинаково усердить. И тех больших бережников, и тех, которые в юности пришли, в детстве, и тех, которые в старости приходят на инвалидных колясках, Бог и тех. Брат, я сказал, что все, кто вместо проповедников проповедуют, порой то, что им и тяжело, и не хочется. Друзья мои, если Дух Святой говорит в сердце проповеднику, обличая его, или направляя на какую-то тему, то этому должен обвиниться. Это не значит, что проповедующий должен только вам проповедовать. Он должен и себе говорить. Говоришь ли кто? Говоришь, как слово Бога. Друзья мои, в 1980 году, в мае месяце, один журналист, который уже был, который любил искать такие остросужетные приключения и случаи, он узнал, что орех Святой Елены передвигается в руках, и он забрался на 11,5 километров оттуда, разбил палашку, установил свою аппаратуру и наблюдал за этой сопкой, она была высотой около 4 тысяч метров. И, знаете, он дождался. Он дождался. И когда эта сопка сработала, он сразу его включили в дебуэфир, и он лицелал две минуты, рассказывал, что он везет. И он закончил эти 1,8 минуты, почти две минуты. Он сказал, я заканчиваю, потому что становится опасным для жизни. Этот вулкан, который был большой, он накрыл радиус 25 километров. Это были последние слова этого искателя, остросужетных приключений. Просустили, в жизни люди ищут. В прошлый раз брат Андреев оповедовал на маленькую тему о кубце, который Царство Небесное удовольствием, который искал жемчужину. И вот с этой приключения, друзья мои, я хочу коснуться одного слова. Искал жемчужину. В библии, братья и сестры, есть очень много примеров, хороших, очень отрицательно, прекрасных, располагающих людей искали. Искали хорошего, искали плохого, попадали. Они, может быть, не искали плохого, но попадали, как этот журналист, который смотрел за этими звуками. Знаете, однажды Савула эту письмь о детстве. Он послал искать пропавшие от Савицы. Сын послушался, пошел искать и нашел Царство. Его встретил пророк Савуил и помазал его первым царем над Израилем. Друзья мои, женщина, которая истратила написанное все имение для того, чтобы вылечиться, искала Иисуса Христа, чтобы прикоснуться. Прикоснувшись, она получила стилей. Написано так, «Источник крови и сяга». Она почувствовала, что она получила стилей. Братья и сестры, есть такой человек негодимый. Все мы знаем. Этот человек, он искал истину. И ночью пришел к Иисусу Христу. Ему стыдно было. Он из-за страха, из-за стыда, он аж из-за ганьбы пришел ночью к Иисусу Христу. Говорит, что это истина? Пришелся к Иисусу Христу, Христос объяснил, что это истина. Женщина искала драку, которая пропала. Купец ищет хорошую женщину. И Слово Божие написано так, «Когда находит ее, он не успокаивается, он не сидит, он трудится, он действует, написано, он оставляет все то, что имеет, то есть продает и покупает». Друзья мои, когда человек находит царство, когда находит Иисуса Христа, все остальное в жизни его есть, приоритеты, которые есть, они отодвигаются на другой плане. Он как будто продает это все. Забота о работе, о семье, отдых, развлечениях, оно теряет для него силы. Апостол Павел в свое время имел все эти приоритеты, и они были в него, как и у нас, на первом месте. Но он переписывает так, для чего, для него, я хоть всего подказался, и все почитается в Слово, только чтобы приобрести Христа. Друзья мои, так люди, так грешники оценивают, когда приобретают. Мы провели песню, что пусть весь мир, пусть вся земля утверждает. Друзья мои, земля такая, гречная, мирская, материстическая, атеистическая, она хорошо не угрожает, она только плохое. Но Алтур говорит, я спасен, радуйтесь со мной, я спасен. Друзья мои, такого плохого пьется, как я, наверное, в Радуне. Но я эту песню радостно пел, радуйтесь со мной. Но смотревши на зал, друзья мои, к этой радости, Бог всех видит. Я не знаю, почему, или она стряхалась, или может, ее нет. Я не хочу, чтобы мы смеялись, улыбались. Но, друзья мои, радость во спасении, она в нашей сердце, она на лице нашем, она в жизни нашей. Друзья мои, окружающие люди, они видят, ты изменился, с тобой что-то произошло. Друзья мои, так бывает, когда человек находит из жемчужины. Все, что было для апостола Павла, его имущество, он посчитался счетой. Он нашел жемчужин, он нашел Господа, он нашел его служение. Он говорит, горе мне, если я не в благовестии. Друзья мои, я не хочу сказать, чтобы мы должны бросить все, семью, работу, отдых. Я не хочу это сказать. Друзья мои, мы обязаны, мы обязаны трудиться, работать, учиться, семью содержать, кредиты сплачивать. Мы обязаны, мы для этого уже делаем. Друзья мои, но когда мы нашли Иисуса Христа, все то, что у нас есть, все наши обязанности, они уходят на другой план, они уходят чуть в сторону. Для нас жизнь Христос, так говорим, апостол Павла, а смерть, она была для него привлечением. Молитва, служение Господу, благовестие, пение, хоровое пение. Друзья мои, вот это все. Занятия с детками, занятия с молодежью. Друзья мои, вот это на первом месте. Вот это жизнь в Иисусе Христе. Друзья мои, Евангелие, оно дошло до нас благодаря тому, что те христиане, которые были перед нас, они его поставили на первое место. Они покупали бумаги, нитки, краски, печатали, переплет делали, разговаривали, распространяли. Это была жизнь христиан, это была жизнь людей, которые делал Божий в своей жизни, поставили на первое место. Христос говорит, итак, ищите на вере, чек, Царствие Божие и правду, а все остальное, оно приложится вам. В мире тяжело найти, если мы будем искать правду. Правду, истину можно только найти в Слове Божье. Только там, где она провозглашается, где проповедуется Слово Божье. Вот там можно найти. Часто люди ищут не там, где надо. Ищут на другом месте. Знаете, в свое время апостол Павел, проходя свою жизнь, он зашел в город Афина. Он и там проповедовал. Потому что там люди, афиняне, варьопады, сенаторы, управители города, страны, они тоже искали. Они рады слушали о новом учении. Но, друзья мои, они такое новое учение хотели, чтобы оно их удовлетворяло. Когда Иисус Христос сказал о Боге, о жизни вечной, о суде, о Царстве Божьем, о воскресении. Они сказали, мы от тебя послушаем другое. Так происходило, так происходит, и так будет, и дальше происходить. И вот, братья и сестры, там, где апостол Павел проповедал, многие отвергли ему. Но в конце 17 главы написано, что женщина Давида, в которой Бог подтверждит сердце, она пошла, она приняла, она нашла, она упустила Иисуса в свое сердце. И апостол Павел там сказал такие слова, 17-27, дабы мне искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Написано так, где Его двое или трое, Бог, Иисус Христос, Патрия, в данной части, на этом месте, находится Бог. Мы можем Его принять, видеть вверх, мы не можем Его увидеть физическими глазами, но доверяя Слову Божию, Он находится на этом месте. Он говорит твоему сердцу, если я говорю громко, то Он шепчет тебе, Он каждый тебе на дне недостатки. Друзья мои, в этом мире, Бог дал, заложил в сердце человека и скармил, так сказать, что Бог. Но люди ищут, люди ищут, открывают новые земли, новые моря, океаны, люди лезут на Луну, на звезды, на Марс, на Венеру. Они там себя хотят заарендовать по земле, а другие здесь уже продают, что там будет когда-то жить. Друзья мои, но нам жизнь дана не для таких мечтаний. Продолжение следует нам дана жизнь. И вот, Евгений Петрович, вынадьется в песне. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения Царскому Свету, но чтобы в ней, среди земных испытаний, найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение и все Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном ухождении в себе самого Христа отобразить. Продолжение следует, для этого нам дана жизнь. Нам дано чувство искания, чувство желания, жажды, хотения, изучения. Слово Божие нам дано, Бог вложил в сердце наше это искание. Знаете, в свое время я читал одну книгу Джекалонова, называется «Зон ветка». В этой книге от одной корки до другой корки описывается про одну огромную собаку. Но несмотря на что-то, в той книге есть такой случай. Три кульца, три золотые искателя, три люди, которые искали золото, описывается на Аляске. Они нашли жил золотую, так говорят. Ну, места не было, они пролубали, трудились, ловили сверей с них, делали мешочки. И этот песок золотой они складывали в штабелях. Ловили дичь и жили там долгое время. Но пришли индивидцы, их убили, салатус, шалаш сожгли. И описывал так, что со временем эти мои мешки истелели. Из этих штабелей золото сыпалось на землю. Друзья мои, так часто люди ищут не то, что надо, и не то, где надо. Братья и сестры, слушайте в любви. Что в жизни мы ищем? Что мы в жизни нашли? Ну, перед радуйтесь со мной, я спасен. Друзья мои, кто не имеет эту радость, он может обрестить эту радость. Бог, Духом Святым, может наполнить сердце нашей ротой радости. Перед нами есть молитва, и мы имеем возможность приблизиться к Господу. Мы имеем возможность, так как когда-то на море. Иисус Христос протянул Петру руку, когда Петр тянул, и Петр ухватился, а знаменитый Иисуса Христа, чтобы не втануться. В это время, в этот час, Бог предлагает тебе, друг другу, брат и сестра, ухватиться за пронзенную руку Иисуса Христа. Иисус Христа говорит, ищите Господа, когда можно найти, призывайте Него, когда Он близко. Аминь. Ставши по воле, за кем-то еще не будет, это радостный город, и да, иди.